Здарова друзья, с вами Мамонты и в этом видео самые свежие новости Stand of 2, поэтому усаживайтесь поудобнее и приятнейшего вам просмотра. До сегодняшнего дня все думали, что Сакура будет на 9 сезон. Я так подумал, потом все это подхватили и в принципе инфа разошлась. Это особенное видео, потому что в нем вы узнаете секрет, почему разработчики убили пасхалки в Stand of 2. Ну и почему же карта Сакура будет в новогоднем обновлении, а не в 9 сезоне. Начнем мы с пасхала, которые были недавно. Разработчики решили раздать промо-кодики для Германии, и это происходило через Инстаграм. Но самое интересное, это зимняя картинка с персонажем с карты Сакуры. Посмотрите, это же он, Сакурамен! Еще два Сакурамена играют в снежки. Заметьте, это как бы они, Сакуры, Челики, Снег, Новый Год и естественно отсылочка на Японию, на японскую культуру. Тут, наверное, нужно с закрытыми глазами смотреть на эту отсылку, чтобы не понять, что карта Сакура будет на Новый Год. Но почему год назад? Я разгадывал абсолютно все отсылочки. Я знал, какие карты будут добавлены, какие обновления будут сделаны. А в этот раз у меня не получается угадать. Почему я не знал, что на Новый Год будет Сакура? В чем причина? И я нашел ответ! И в этом виноваты разработчики. Сейчас вы все узнаете. Самый первый их фейл уже все знают. Это было после седьмого сезона. То есть, если у нас трейлер седьмого сезона выходит, и Римская Империя не появилась в летнем обновлении, значит логично, что отсылка была на восьмой сезон. Ну а восьмой сезон стал Растом. Но на Раст не было никаких отсылок. Ни в летнем обновлении, ни в седьмом сезоне. И на тот момент у меня сложилось впечатление, что если не было никаких отсылок на Раст, значит Римская Империя должна была быть в восьмом сезоне, но ее не было из-за того, что разработчики не смогли это реализовать, и передумали, и сделали реворк Растом. Но как мы уже знаем, разработчики сказали, что это была всего лишь шутка. То есть, Римская Империя это просто рофл. Типа, каждый мужчина когда-то думал о Римской Империи. Но для меня это неубедительно. У меня все равно ощущение, что меня обманули, потому что никаких отсылок на Раст не было. Понимаете? Реворк Раста произошел просто спонтанно. Почему в летнем обновлении не было ни одной отсылочки на следующее обновление? Ладно, упустим этот момент. Но это очень сильно оставило отпечаток на моем восприятии отсылок. Мне показалось, если не было Римской Империи в летнем обновлении, то значит оно должно быть в восьмом сезоне. И теперь у меня сложилось впечатление, такое внутри ощущение, что возможно разработчики могут оставлять отсылки на сезонные обновления, не только на следующее. Я когда увидел первую отсылку на Сакуру, я сразу же подумал, ага, это отсылка на девятый сезон. Ведь Хэллоуин не может быть в стиле Сакуры, ведь у нас уже есть отсылочка на Зону 9. Еще один фейл, кстати, от разработчиков. Это первый кадр из обновления Рефорджет, когда вышел восьмой сезон. На первом кадре мы видим Стэнд оф 2 в стиле Зоны 9. В стиле Зоны 9. Следующее обновление после восьмого сезона Хэллоуинское. Если я вижу текст в стиле Зоны 9, на обновлении восьмого сезона, логически могу понять, что это отсылка на Хэллоуин. А на деле очередной фейл разработчиков, потому что этот текст был вставлен туда просто так. И на деле у нас выходит Найтмар в стиле, не знаю, какой-то игры. Аутсайд, Киллерсайд, я не знаю, эти игры я не играл. Но самое угарное, что разработчики в этом трейлере оружие оставляют на фоне карту Сакуру. Они играют на Сакуре, это намек на следующее новогоднее обновление. Но вопрос, как мне понять, что это отсылка на новогоднее обновление, если до этого вы сделали столько фейлов? Моя карта отсылок идеально предсказывала каждое обновление, до тех пор, пока вы не решили порофлить с Римской империей. Дальше в седьмом сезоне у нас бегают какие-то зомбаки на фоне. В восьмом сезоне у нас по рофлу вставлен текст из зоны 9. В итоге появляется такая каша, что ты просто разобраться не можешь. Сейчас они решили нам оставить отсылки на Сакуру, на новогоднее обновление. Но никто не смог догадаться из-за прошлых ошибок. Получается, что ошибка за ошибкой, рофл за рофлом. И вы запутываете свою аудиторию. Она теперь не понимает, на какой сезон, что за отсылка, куда это, что это значит. Покажите мне хотя бы одного человека, который сразу же понял. О, так это отсылка на новогоднее обновление. Сакура на Новый год. Никто не понял этого. Все подумали, что это на следующий сезон сразу же. Только предупреждаю, отмазка по поводу типа, ну вы сами придумали, что это на девятый сезон, не сработает. Потому что вы сами нас запутали дезинформирующими отсылками, или ошибками, или рофлами. Называйте, как хотите. Разработчики, сделайте, чтобы было как раньше. Есть отсылка, значит она на следующее обновление. И все. Если вы просто так вставляете шрифт, или шутите, пожалуйста, говорите об этом. Говорите, вот мы тут просто так вставляем шрифт в зону 9, по приколу. А тут как бы мы пошутили, это шутка. Чтобы я целый год не снимал видосы про дезинфу. Вы за целый год даже не умудрились написать пост о том, что это была шутка. Я за весь год снял очень много видео, где говорил об этих темах, разбирал это. Почему вы не сказали мне хотя бы, что это шутка? Хотя бы мне, чтобы я перестал это делать. Ладно, в этом году было очень много ошибок. Таких, как обновление с зоной 7 вместо зоной 9. Например, вот эти все отсылки, какие-то шутки. Слабый 8 сезон, но по мнению аудитории, мне лично понравился 8 сезон. Но это все не важно, потому что хэллоуинское обновление было на голову выше, чем мы ожидали. Разработчики показали нам, что еще умеют делать годные обновления. И надеюсь, что на новый год оно тоже будет очень годным. Сакура на новый год. Ребят, это самая красивая карта, и я очень рад, что разработчики решили все-таки ее сделать новогодней картой. Очень хочу верить, что разработчики продолжат традицию оставлять отсылки на следующее обновление. И в финальном трейлере будет отсылка на 9 сезон. Раньше новогоднее обновление, хэллоуинское обновление всегда было связано с сезонными обновлениями. В этом году была зона 7 и раст. Мы думали, что на хэллоуинское обновление будет зона 7. Это же логично. А на новый год у нас будет раст. Ведь каждый год так было. Сезонное обновление связано с тематическими обновлениями. Этот момент тоже очень сильно повлиял на мое решение, что все отсылки на Сакуру это 9 сезон. Ведь Сакура, ну, просто не вписывается в новогоднее обновление. И в этом году ничего не было связано с Сакурой. Но я был очень сильно удивлен. Не меньше вас, ребят. Когда я увидел отсылки на то, что именно Сакура это новогоднее обновление, я офигел. Ну, реально, я в шоке. Получается, теперь мы не можем придерживаться того, что если у нас там сезонное обновление связано с определенной тематикой, это уже не значит, что хэллоуинское или новогоднее обновление будет связано с такой же тематикой. В третьем сезоне Сакура была сезонным обновлением. Хэллоуинское обновление было на Сакуре. В четвертом сезоне был Бриз с сезонным обновлением. И хэллоуинское обновление было на Калипсу. А Калипсу связано с Бризом. Fireborn обновление. Это у нас провинция. И у нас хэллоуинское обновление было тоже на провинции. Subject X. Но в этот раз разработчики решили нас удивить. Найт Мар и Сакура на Новый год. Спасибо всем огромное, кто поставит лайк на это видео, напишет комментарий со своим ID, потому что конкурс на ножи еще продолжается, напоминаю. Ну и смотрите вот это видео, которое вылезло на экране от начала до конца. Всем спасибо, всем пока!